Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу поделиться с вами вот такой уловистой мушкой, которая прошла практически всю территорию бывшего Советского Союза и ближнее зарубежье. Долгое время я ее изготавливал только для друзей, потому что больно она уловистая. Практически по любой рыбе, в зависимости от величины крючка. Собирательный образ и личинки стрекозы, и малька, и жучка, и кого угодно, что может себе представить рыба. Довольно-таки удачная модель приманки. Давайте мы с вами ее свяжем. На одном из каналов я беру для вязания карповый крючок, который кованый. Вы можете для себя подобрать любой, какой вам захочется, но желательно, чтобы он имел вот такой изгиб. Это будет обусловлено тем, что все последующие элементы будут более качественно крепиться на теле. Помимо этого, как вы видите, крючок имеет боковой отгиб, что тоже очень хорошо для подсечки. Вы как захотите, так и используйте любой крючок. Самый подходящий по такой форме, это будет Тимка 200Р. Давайте приступим. Для начала я произведу огрузку. Огрузку я буду производить в районе груди, чтобы не забирать полезную площадь нашего крючка. Огрузку желательно произвести максимально возможную, для того, чтобы наша мушка ходила по большим глубинам. Использовать ее можно как с G-головкой, так и самостоятельно. Можно также ее подсоединить к любому воблеру на одном поводке. Масса всевозможных способов выполнить проводку, но и в то же время обеспечить результативную рыбалку. Если у вас имеется в наличии вольфрамовая проволока, я только лишь это приветствую, так как за счет этого наша огрузка возрастет наполовину. Но учитывая то, что у нас крючок сам по себе кованный, поэтому веса 2,5 грамма, который он имеет, с моей огрузкой вполне будет достаточно для достижения глубины порядка 3 метров. Буквально недавно вернулись друзья, которые были на Днепре, с успехом ловили сазана. Как известно, к осени он немножечко начинает быть прожорливым и запасается белком к зиме, поэтому становится наполовину хищником. Для хвостика я буду использовать подвижный мех песца, который очень мягенький, ближе он находится к брюшку. Но и в то же время желательно подобрать, чтобы сам мех был достаточно длинным. Если вы сможете найти мех альпака, это даже будет еще лучше. Длина хвостика практически здесь ничем не регламентируется. Единственное только лишь это то, насколько эстетически будет выглядеть наша мушка. Как вот видно из этой модели, длина хвостика не столь значительная, но можно ее немножечко увеличить. Что самое главное в изготовлении этого стримера, использовать голографический люрекс плоский, который работает хорошо с ультрафиолетом. На нем так и написано, что люрекс для ультрафиолета. Несколько он, как говорится, блеклый в таких цветах, но в ультрафиолете он хорошо работает. Промажем еще раз, клеим. Величину крючка подберете сами для своей рыбалки. Она не столь значительная. Вот на такую величину крючка, как вы видите, охотно ловится рыба и значительно меньше тех габаритов, которые она может себе позволить скушать. Вот я беру небольшой пучочек вот такого персикового цвета меха Песца, но он у меня очень-очень мягенький и подвижный. Если захотите, можете его использовать и любой другой мех. Я пробовал искусственный. Повторюсь, искусственный мех быстро намокает и работа мушки не совсем соответствует тому, как это было задумано. крепим здесь хвостик наш. Хвостик желательно закрепить так, чтобы он огибал мех полностью наше цевьё со всех сторон у загиба. Вот так закрепили, чтобы смотрелся небольшим вот таким пучочком. Сейчас я вам сдвину. Промажем клеем. И следующий элемент у нас люрекс. И тесьма обыкновенная. Вот такая тесьма, которую я приобрел в галантерейном магазине. Вы можете использовать синель или же использовать даббинг. Я взял вот такой небольшой пучочек разного люрекса, в том числе и голографического. Креплю с одной стороны и с другой стороны. Остатки отрезаю, подравниваю. И следующую часть закреплю сверху. Так, чтобы с трёх сторон у меня хорошо мушка была закрыта моим люрексом. Подравняли. сверху можно чуть-чуть длиннее хвостика обрезать. Для того, чтобы мне в дальнейшем не мешал мой мех работать, я обычно беру его вот так, слегка подмазываю клеем. Заодно видно, какой формы у меня выходит хвостик. оставили. И теперь я креплю голографичес, вернее, креплю свою синель. Для сегментирования синели я буду использовать плоский, крепкий люрекс, который уже выполнен металлизированный на естественной основе. Здесь материал желательно использовать тот такой, чтобы был достаточно крепким. Так, как зубки у нашей рыбы очень хорошие. Вот мы подготовили тело. Теперь я его подравняю с использованием даббинга. я подготовил тело, промазал его клеем и теперь начинаю подкручивая свою синель производить намотку. Повторю, приманка действительно очень уловистая. в зубах разной рыбы она уже побывала, поэтому я уже перепробовал ее в разных вариантах изготовления, но без первая вы здесь даббинга, на иях подкручивают рейтинге по рейтинге и рейтинге в тело начнем другую сторону тогда лучше шаг выберите для себя сами так чтобы для вас визуально было симпатично так как рыбе это по большому счету она не считает какое количество оборотов люрекса мы изготовили ей надо кушать иначе другая рыбка отберет еду закрепили и остатки отрезали я для себя немножечко поставлю в удобное положение крючок будем заниматься теперь грудкой для изготовления грудки мне понадобится перо которым я буду производить обмоточку импровизированных лапок и два перышка для того чтобы я изготовил крылышки я подобрал два окрашенных пера флюо сибрайта подготовлю сейчас их по длине и с вами закрепим наши крылышки должны лежать сверху не торчать в сторону а как бы находиться на спине импровизированного нашего стримера поэтому я вот так слегка развожу перышки чтобы между ними был небольшой зазор и здесь же креплю в одной точке по середочке если по какой-либо причине перышки у вас расходятся помогите пальцем вот я так закрепил как вы видите они у меня симпатично лежат теперь мне остается только лишь их слегка развести и закрепить окончательно вот где то вот так и теперь не забывайте о том что у нас загиб крючка расположен в сторону соблюсти небольшую центровку чтобы стример наш не выглядел однобоким добавили немножечко клея не торопитесь следите за тем чтобы все элементы вы хорошо у нас были скреплены и в этом месте я подготовил вот такое перышко гризли я закреплю перо пока наш клей прихватывается я подготовил вот такой кусочек пленочки из упаковок дисков чтобы был у меня импровизированный чехольчик если у вас нет допустим подходящего полиэтилена я могу давайте вот сейчас с вами вот у меня обрывки упаковочной тары полиэтиленов был который несколько плотнее обычного полиэтилена давайте изготовим из него можно взять латекс который продается специально для этих целей но проверено уже неоднократно какой бы самый хороший не был латекс даже с изделия нам всеми известного номера подкрепим здесь все равно латекс до услуг долго не служит поэтому я стараюсь использовать для этого более крепкий и уже проверенный материал если вы что-то придумаете свое другое пожалуйста я не против это только приветствуется так как я всегда говорил и друзьям и всем говорю что изготовление мушек это своего рода как конструктор что тебе понравилось то ты и сконструировал главное чтобы это принимала рыба и вам это опять же нравилось теперь для того чтобы дальше изготавливать мушку мне необходимо даббингом пройтись нашу грудку саму грудку вы можете изготавливать из любого даббинга какой вы сочтете нужным потому что привлекающих элементов у нас в данный момент уже больше чем достаточно на мушке поэтому я обычно всегда беру тот который вот у меня остается там разные а пушки которая то леса то кролик я беру и просто добавляя его то есть забиваю тот объем который мне необходимо заполнить в данный момент здесь это не принципиально немножечко промажу клеем чтобы еще крепче было наше мушка можете использовать огрузку и шариком латунным и вольфрамовой головкой как вам будет удобно то есть я уже пробовал разные варианты но в данный момент мне необходимо иметь огрузку чтобы можно было дополнительно подсоединять или к воблеру или браз забрасывать щебурашкой но проверено огрузка допустим стримера этого свыше 7 граммов уже качество ее игры теряется сильно поэтому ну падает будем говорить так намокшей тряпкой поэтому вы следите за тем пробуйте так чтобы у вас она не утратила свою привлекательность весом так сделаем полу узелочек парочку и теперь я начинаю выполнять обмотку своим пером в идеале конечно было бы перо так чтобы бородки были направлены вперед но у нас как будет получаться по дабингу так и будем наматывать чем-то мушка напоминает все стимуляторы которые изготавливают наши капиталистические друзья за исключением разве что цвет грудки я не делаю оранжевой закрепили уводим все бородки чтобы нам не мешали если по каким-либо причинам вам мешает я обычно всегда пользуюсь допустим трубочка если она не подходит по диаметру крючка или же у меня имеется соответствующая бумажечка которую я просто одеваю с разрезом на наших на наш крючок типа вот так и спокойно мне уже перья не мешают я могу здесь провести сколько мне нужно оборотов сделал бумажка моя убирается все красиво хорошо теперь удаляем наше перо разравниваю верхнюю часть так чтобы она у нас была посимпатичнее и немножко я подкрашу свою нить менять я ее уже не буду вот вышла у нас вот такая пушечка чтобы вам было видно подкрасили теперь мы немножечко промажем клеем место крепления наших перьев подкрасим из внутренней стороны нашу пленку полиэтиленовую и будем ее здесь крепить примере нам ее вполне вот так будет достаточно я подкрашу ее коричневым но вы как сочтете себе для себя как захотите черным можно коричневым еще раз подровняли наши перышки чтобы они хорошо слева справа смотрелись вот так и сверху одеваю своеобразный чехольчик подхватил окончательно еще не прихватываю в этом месте промажу еще клеем и для того чтобы мой полиэтилен уже наверняка был хорошо закреплен я его креплю замком то есть переворачиваю вот так и уже здесь креплю окончательно то есть так гарантированно что у у моей мушки никуда это не денется и не в один прием отрежем остатки так и это у нас завтра теперь промотаем место крепления сделаем завершающий узел после того когда подсохнет наш клей желательно нанести еще на это место еще лака чтобы было покрепче повторю друзья довольно таки уловистая и результативная мушка в этом вы убедитесь если вы сможете по своим техническим причинам ее вязать на крючках 16 номера вы убедитесь в том что с превеликим удовольствием мирная рыба тоже ее не пропускает вот друзья мы с вами связали довольно таки симпатичную и уловистую мушку на которую даже сложно сказать классифицировать какую рыбу больше или меньше ловить немножко есть сложности в изготовлении но они окупятся на самой первой рыбалке всего вам хорошего до скорых встреч до скорых встреч то есть приложение приложение depends